МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, друзья! Прежде всего, мы с вами... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Привет. Привет. Ты Лето? Доброй ночи, друзья. Вы смотрите телеканал «Столица». Это ночной молодежный канал. И с вами мы, его ведущий Илья Верин. И Ольга Панкова. Сегодня мы будем вести эту программу. Друзья, сегодня у нас с вами очень сложная задача. У нас сегодня на повестке ночи три главных вопроса. Мы попытаемся с вами улучшить демографию нашей страны. Что? Где? И когда? Мы попробуем сегодня узнать, почему люди не могут завести детей, и почему женщины добровольно отказываются от беременности. Ну что ж, вот такие вот три важные и сложные вопросы. Мы будем разбираться в них, попробуем разобраться все-таки по мере возможности. Но прежде чем начать разбираться в этих сложных вопросах, я предлагаю познакомиться с нашими гостями. Итак, наши гости пришли на программу «Продолжение рода». Прекрасно. Давай с ними знакомиться. Первые наши гости – Ольга Матушкина. Заслуженная артистка России. Ира Монах, отец Дмитрий, миссианин. Также в нашей студии директор юридического департамента и кандидат юридических наук Сергей Гландин. Татьяна Винокурова – психолог, писатель. Сегодня ночью к нам в гости пришел актер Вячеслав Манучаров. Ольга Пустотина – акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор УДН. В нашей студии врач-гинеколог и репродуктолог Денис Огородников. Татьяна Веденская – писатель и многодетная мама. У нас сегодня еще очень много замечательных людей в нашей студии. Мы будем с вами, естественно, тоже общаться. Берите микрофон и высказывайте свое мнение. Ну а мы начинаем первый эпизод. И он носит название… Сейчас я скажу даже как он носит название. Бэби Бум. Ну да. Когда он грянет? Аплодисменты. Ольга, возьмите, пожалуйста, микрофон. Как у нас с рождаемостью на сегодняшний день? И что было 10 лет назад? Если сравнивать с тем периодом, что было 10 лет назад, даже и 20 лет назад, 90-е годы, если взять, конечно же, уровень рождаемости сейчас значительно повысился. Если вспомнить 90-е годы, конечно, родов было значительно меньше. Сейчас и все роддома переполнены, и все ведущие учреждения, акушерские научно-исследовательские институты тоже переполнены. То есть, мне кажется, с рождаемостью у нас сейчас все в порядке. То есть, эта проблема, о которой мы сегодня говорим, это выдуманная проблема, если получается? Здесь нужно немножко разделять эту проблему на две части. То есть, проблема и желание иметь ребенка тогда, когда мы хотим, и проблема иметь незапланированных детей. То есть, незапланированные беременности. Вот эти две проблемы нужно и обсуждать. Посмотрите, сюжет, который нам сейчас показывали. В чем главная проблема, на мой взгляд, людей, которые боятся рождать еще одного или первого ребенка, или третьего, если не говоря уже о четвертом? Финансы? Финансы. Девочка-студентка, которая выпустилась после института, после школы, со своим молодым человеком. Она боится становиться матерью, потому что ей нужно, а, учиться, ей нужно работать, ей нужно содержать семью. Это одного ребенка, а представьте, двух. Она уже не имеет права и не может идти работать. Мне кажется, здесь нужно говорить о том, что, понимаете, вы сказали, что вот где-то в Узбекистане или Таджикистане большая рождаемость. Это прекрасно. А знаете, мне кажется, почему так сделано? И почему у них такая большая рождаемость? Потому что у них цены на, простите, на содержание ребенка не такие безумные, как у нас в стране. Чтобы содержать элементарно ребенка у нас в стране, здесь нужно быть миллионером в Москве. Вот я вам говорю с точки зрения отца. Я знаю, сколько стоят пеленки, сколько стоят уколы, прививки, сколько стоят просто роды. В центральной клинике города Москвы роды стоят, ну, Оля, я думаю, вы поправите меня, если я не прав, от 1000 долларов и выше. Какая студентка? От двух. От двух. Да, уже двух. Нет, до, ну, понятно, если вы рожаете, может быть, там где-то как-то в ванной или как-то, я не знаю. Но от 1000 это самый-самый-самый низ, если ты перенес 1000 справок, если ты перенес справки о том, что у тебя родители инвалиды, что ты живешь в квартире маленькой. Вячеслав, ну а как же так, когда говорят, что если тебе Бог дает ребенка, значит, он тебе даст возможность его вырастить? Ну, к этому мы чуть-чуть подойдем попозже, что Бог дает, что не Бог дает, это все, знаете, так чуть-чуть уводит нас, понимаете, на Бога. Есть еще одна проблема, которая, я аккуратно, это было сказано в ролике, мы видели, там первая из интервьюируемых девушек, она сказала, я рожу, потому что у меня большая семья. Потому что это счастье, понимаете, если есть такая сверхмотивация, да, религиозная мотивация, это очень высокая мотивация, но не только религиозная, то человек родит. Вопрос, почему другие этого не говорили, а ссылались на финансы, я могу ответить на этот вопрос, потому что наше, к сожалению, общество стало малодетным, у нас однодетные семьи, это было уже 20 лет и сейчас тем более, 20 лет назад. В результате что происходит? Растет ребеночек, у него ни братьев, ни сестер, младших нет, он их не нянчит, не гуляет, не пеленает, он их в руках не держал, и у соседей тоже нет. И когда он вырастает, вот до возраста, сейчас говорят, фертильный возраст, детородный возраст, когда можно свою семью создавать, у него просто нет опыта, что такое младенец. Это страшно, непонятно, неизвестно. Он просто боится, получается. Неизвестно и пугает. А почему? Потому что не на что... Что делаем мы в такой ситуации? Мы сейчас говорим не только о том, что плохо, но и о том, что можно сделать. Давайте поговорим о том, что молодежь у нас сейчас отказывается, самостоятельно отказывается, берет на себя такую ответственность, им комфортно жить вдвоем, они зачем-то тогда, получается, идут в ЗАГС, расписываются, да. Покупают йоркширского терьера. Да, и получается, они живут вместе. Но правильно говорят же, чтобы семья, это семья. Не бывает вдвоем, наверное, полноценной нормальной семьи. То есть, подожди, помимо двух человек нужно еще пять? Конечно, тогда это будет нормальная, хорошая семья, крепкая. Вот момент, о котором я хотела сказать, реально. Я общаюсь с многими многодетными семьями, вообще наш круг, это круг людей семейных, скажем так. Я могу сказать, что, по крайней мере, в нашем обществе, в России, особенно, утратилось уважение к функции матери. В большинстве случаев женщина, сидящая дома с детьми, общественным мнением порицается, как неработающая, сидящая на шее своего мужа. Я это видела неоднократно. Понимаете? То есть, если в других западных каких-то странах мать, сидящая дома, за счет работающего мужа, получает все уважение общества, то у нас очень часто женщине отказывают буквально в тот же муж. Это очень часто не уважается со стороны мужа. Я тебя тащу, я работаю. Когда была перепись населения, мне звонок домой, говорит, чем вы занимаетесь? Я говорю, я студентка, молодая мама, у меня ребенок. Вы работаете? Я говорю, нет, вы знаете, я вот пока не работаю. Мне так и понятно, ежедевенка. Ежедевенка, совершенно верно. Вот после этого меня заставила это выйти на работу. Я из-за этого даже книгу целую написала. У меня есть была книга на эту тему. Странная ситуация получается. Мы говорим, что демографическая проблема у нас. У меня в окружении довольно много людей создают семьи, довольно много девочек рожают. Но, я же не договорил, но как только они рожают, очень много остаются матерями, одиночками. Остаются одиночками. То есть в чем суть-то? Мы рожаем, девочки рожают, но остаются одни. Сергей, возьмите, пожалуйста. Это тоже мужская позиция. Неуважение и уход. Спасибо большое. Сергей, тоже к вам вопрос. Почему, я не знаю, задать вам Илюшину вопрос, да, по поводу почему-то после рождения детей. Почему мужчина уходит? Да, почему мужчина уходит? Не несут ответственности, получается, никакой? Убегают от этого, когда встречаются с пеленками и ночными проблемами? Вам нужен ответ как мужчина или как юриста? А давайте так и так. Как мужчина мне больше интересен. Юрист, я знаю, что скажет. Хорошо, скажу вам, как мужчина. Действительно, вот здесь мой коллега Алван сказал, что экономика давлеет над этими вопросами. Действительно, у нас меняется жизнь, меняются стереотипы. Мужчина, он должен также идти в мейнстриме вот этих вот отношений в обществе. И если все его знакомые, все его друзья строят свою жизнь так, что вот их жена по возможности работает, берет отпуск по беременности родом, потом опять выходит на работу, то и в его семье опять же происходит, у него в голове такая же ситуация происходит. Он мысленно, он озвучивает свою мысль своей жене, что да, вот тебе нужно работать. Я все-таки лично, вот как мужчина, я сторонник именно классических консервативных веяний. Я считаю, что мужчина должен обеспечивать, он должен полностью взять на себя обязанность содержать семью. Жена должна спокойно рожать ребенка и не думать о том, на что ей купить колготки. Сиди, ну вы так не ответили на мой вопрос, на вопрос Ильи. Почему у нас так много, вот, ну не то, что там даже матери-одиночек в нашей вообще процветающей России. Почему? С чем это связано? Я все-таки считаю, что это перелом сознания. Это более глубокий философский вопрос. Здесь, я думаю, вот с нашим гостем... Я бы еще Ольге хотела, если позволите, Ольга. Почему все-таки женщина, вот, берет на себя, она оказывается в этой ситуации намного сильнее, чем мужчина, по большому-то счету. Потому что мужчина убегает. Так всегда, кстати говоря. Почему сейчас такой бум? Ну, вы знаете, я вернусь к ролику, чтобы ответить на ваш вопрос. Вот одна героиня, по-моему, ее Ольга зовут, да, сказала, что нам вдвоем комфортно. Мы не думаем о детях и ни о какой экономической стороне, хотя она действительно очень важна. Она даже ее не имела в виду. Комфортно. Что это такое? Это эгоизм, на мой взгляд, проявление. Я хочу красиво жить, я хочу красиво одеваться, я хочу путешествовать по миру. И, конечно, дети мне в этом отношении будут помешать. А разве дети это помеха? Да нет, если вы меня спросите, то, конечно, не помеха. Вопрос тогда получается. Вот до 40 лет ты колесишь по миру, 45 тебе ты колесишься, живешь до себя. Потом ты понимаешь, а неплохо бы завести ребенка. А уже поезд ушел. Если бы наше государство будет давать какие-то большие дотации, будет давать квартиры многодетным, что-то изменится? Мне кажется, у нас сейчас витает в диалоге нашем очень правильная мысль. Во время войны раньше не боялись же рожать, правда? И медицина там была еще хуже, чем сейчас. Не было. Ну, про медицину, вы знаете, я не готов высказываться, поскольку я не очень хорошо понимаю. Я думаю, здесь достаточно профессионалов, которые про это скажут. Про медицину. Когда была война, когда не было где жить, на что жить, когда не было перспективы завтрашнего дня, рожали и не думали об этом. Почему? Потому что, а, был, я уж не знаю, но думаю, со мной все согласитесь, несмотря на какой-то такой режим, все равно был бог, все равно была религия, все равно был и в деревнях, и в больших городах. Это первое. Второе. Все-таки государство поддерживало. Многодетным семьям выдавались квартиры, поддерживали их и финансово, и морально, что самое главное, понимаете? А сейчас, когда, понимаете, второй, там, третий ребенок говорит, да вот для кого он оплодит нищих? Это частая фраза, как говорят. Конечно, я абсолютно уверен, вот на 100% в свои 30 лет, что все это исходит только из материальной истории. Почему? Потому что, я понимаю, и я сам отдаю себе отчет, люди боятся, что они не смогут прокормить этих детей. Как вы считаете, может быть, это просто результат того, что мы, когда были маленькими, росли в тяжелых условиях, это каша из, не пойми, чего, это тушенка, и теперь мы не хотим просто рожать своих детей, чтобы их... Было другое время, естественно, как сказать, оно ушло и не вернется, слава богу, или, к сожалению, но никогда. Но действительно должна быть, там, поддержка чуть-чуть побольше. Вот сейчас кто-то говорил в этом сюжете, что выдаются земли, но это же ничтожно мало, это же безумно мало. Ну почему вот в этих всех невероятно количествах новостройок, я не говорю не только про Москву, которая кишит этими новыми домами, но не выдавать хотя бы квартиру одной многодетной семьи. Это же нет, потому что это все коммерческое. Еще такой момент очень важный. Мы судим сейчас только с нашей колокольни, с колокольни Москвы. Отъедьте чуть-чуть 50-100 километров, 150-300 километров от Москвы, там же вообще сойти с ума, что творится. Там нет условий вообще. И люди рожают. Почему? Потому что есть огород свой, потому что они знают, что если завтра работать не будет, они будут похотеть и смогут прокормить. Но там другая философия. Там чем больше у тебя детей, тем больше у тебя народу смогут... Ну вы знаете, я сомневаюсь, когда новорождение не будет, когда-то они вырастут. Да, Денис, пожалуйста. Я должен не согласиться с одним утверждением. Мы не должны сравнивать Россию сегодня с развивающимися странами, если мы относим себя к развитым. Мы не должны сравнивать Россию с той страной, которая была в революцию, до революции. Для нас сейчас на первое место выходят немножко другие аспекты. Нам сейчас важны очень нужные гарантии. Мы должны знать, что мы не только прокормим, но и выучим своих детей. Потом еще будем нячить внуков. Если у нас не будет таких гарантий, мы никогда не будем рожать. Кто-то должен давать эти гарантии. Эти гарантии точно так же, как и подъем института семьи, должно давать, конечно, только государство. Так правильно, мы не сравниваем ни в коем случае Советский Союз с сегодняшним, но тогда-то эти гарантии были... Между прочим, в Советском Союзе в 80-е годы были госгарантии, которые позволили... Вы рассказываете про то, что вам не дали путевку в какой-то, понимаете, пионерлагерь, потому что вы не нищий. И я очень хорошо понимаю вас, потому что у нас абсолютно бюрократическая история. Нужно собрать тысячи справок, чтобы просто доказать, что ты элементарно неверблюд. Или быть нищим. И подчас, как вы только что сказали, абсолютно верно, люди, которые не имеют... Насовы, да, мотивы, но прибедняются или врут, и они это получают. Я могу сказать, что не должны все врать, понимаете? Психологу немножко тоже прокомментировать, потому что я тут много разных точек зрения слышала. И мы совершенно забыли о том, что в современном обществе потребления, где с экрана телевизора, что греха таить, нам новые ценности дают. Как, например, не секрет, что для женщины в первую очередь это и карьера, и ее красота, и какие-то вещи. И многие молодые девушки, они выбирают вот такой стиль жизни, они его видят. И материнство здесь, оно как бы в таком обществе потребления, оно уходит уже на второй план. Потому что сначала... Люди не помогают. Совершенно верно, сначала девушки внушают, что ты будь красивой, ты найди себе хорошего мужа. А хорошему мужу нужно не просто домохозяйка, ему нужна девушка образованная, девушка, так скажем, с большим потенциалом. А что же в этом плохого, если у нас девушки образованы и работы звучат? Плохого в этом нет ничего, кроме того, что девочка рожает очень поздно, она рожает в 30 лет. И этот менталитет к нам приходит с запада. Почему он приходит? Потому что человек сейчас должен реализоваться. Это такая западная психология. Татьяна, скажите, а вот на ваш взгляд, когда у нас в России наступит этот бэби-бум, который мы все очень ждем? Наступит ли он? То есть все говорят о том, что когда Россия разбогатеет... Ну вы говорите какую-то, я не понимаю, когда он наступит, но он уже наступил. Выйдите во двор, посмотрите, во всех парках, во всех домах, во всех двориках полно детей. Вы хотите, чтобы их сколько было? Я не понимаю. Ко мне как психологу приходят одинокие женщины, тоже много. Все рожают, вы просто не сравнивайте Москву со всей страной. Здесь люди рожают, потому что они могут себе это позволить. А в Подмосковье уже это трудно. В школе вот там преподаватели говорили, что девочки, не ходите с голыми животами по улице, вы будете бесплодны, у вас детей не будут. Вот это как-то связано? Ну то есть простуды. Косвенным образом, конечно, все связано. То есть вопрос качества жизни и образ жизни, который ведет и девушка, и молодой человек, абсолютно напрямую связаны с тем, насколько у них будет потом вероятность забеременеть и родить здорового ребенка. Алан, вопрос. Вы как адвокат, скажите, часто ли распадаются браки, которые не могут иметь детей? На сегодняшний день я не могу сказать, что прямо вот, прямо в цифрах я назвать не могу, но это имеет место быть, поскольку, скажем так, либо супруг, либо супруга, они имеют друг к другу определенные, скажем так, ну, определенные вопросы в этой части. Претензии? Претензии, да. Вот. Но если говорить, скажем так, с точки зрения судебной практики, то скажу, что не могу сказать именно в цифрах, но это на сегодняшний день... Это большая проблема, в принципе, как вы считаете? На мой взгляд, я думаю, да. Поскольку даже вот если взять законодательство, и законодательство, которое принимается на сегодняшний день, это вот яркий пример, вопросы, связанные с развитием регионов, вопросы, связанные с основами законодательства о здоровье граждан, в любом из этих законов, вот есть еще один достаточно такой вот интересный, недавно был принят постановление правительства Российской Федерации, концепция о социально-экономическом развитии Российской Федерации, там, до 2020 года. И вот мне понравился в этой концепции четкий раздел развития человека. И вот государство на сегодняшний день, оно вкладывает вопросы, связанные с культурой, с образованием, вопросы, связанные с трудонаселением, вопросы, связанные с социальной именно сферой. То есть, на мой взгляд, вот есть определенный акцент, на что вот нужно обратить внимание. Первое, это вот, на мой взгляд, это экономика, второе, это работа, и третье, это здоровье населения. То есть, опять же в деньги все это происходит? Ну, не говорю, что прямо вот обязательно в деньги, но это, скажем так, один... Ну, немаловажный. Да, немаловажный аспект, немаловажный элемент. Вот, и, скажем так, помимо денег, ну, здесь вопрос связанный еще вот, соглашусь, вот абсолютно это религия, поскольку без... ведь даже законодательство, оно четко определяет, семья для чего создается? Для рождения детей, то есть, в последующем продолжение рода соответствующего. То есть, безусловно, весь этот аспект, он... экономика здесь роли, скажем, вот в данном случае не играет. Здесь вопрос заключается о здоровье населения. Ну, когда ты видишь, скажем, я сам вот занимаюсь преподавательской деятельностью, вот я преподаю в высшем учебном заведении, вот, скажем, ребята пришли со средней школы. Вот, меня все время беспокоит вот этот момент, когда, допустим, молодые ребята не курят, но девушки, девочки курят, понимаете, да? И вот у меня сразу конкретный вопрос, что это вам дает? Не может пояснить. Ну, вот так вот, якобы, принято... В смысле, девочкам что-то... Мода такая, мода. Мода такая. И вот, все время ставишь вопрос, уважаемый, ну, вы же будущие матери. Интересно, они головой думают в этот момент вообще? Вы знаете, я вам скажу следующее, достаточно, скажем, 18-19-20 лет, ну, мне сложно говорить, там, думают, не думают. Кто-то это осознанно, вот, я сейчас видел, вот, скажем, ролик, вот, когда девушка говорит, мы осознанно, там, со своим супругом не хотим иметь детей. Кто-то осознанно это делает. Кто-то говорит, ну, вот я когда буду, скажем, рожать ребенка, я в этот момент брошу курить, понимаете, да? Ну, это в райе, вы же понимаете. Вот, я понимаю, может быть, такое и есть, как бы у меня оснований не доверять этому человеку тоже нет. Да, тогда уже поздно. Согласен полностью, но дело в том, что до того момента, логично, до того момента, когда, скажем, там, будет ребенок, организм-то он уже к никотину, ко всем этим вещам, он же привыкает. Он уже ослаблен, и получается, плод уже будет... А потом и ребенок месяц, мам, и будет все время беременности. На сегодняшний день даже вот есть, скажем, ну, не такая уж огромная, скажем, проблема, но она есть. Когда, допустим, скажем, будущая мать употребляет наркотические средства, и фактически ребенок, который рождается, он уже наркозависим. Да мне кажется, не так легко еще забеременеть в такой ситуации. Ты знаешь, а получается, что беременеют и рожают детей, что интересно, почему-то здоровых. Илья, ну, я все время вот хочу задать вот этому человеку вопрос, для чего вы это делаете? Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие еще есть причины бесплодия? Вы знаете, ну, есть целый спектр причин бесплодия. Мы говорили о влиянии еды, пожалуйста, пивной алкоголизм, бесплодие, соевые продукты, мужское бесплодие, это известно. Но это не самое интересное. Самое интересное происходит в городе Ростове-на-Дону. Очень близкий мой друг, священник Сергий Красников, в своем храме собрал всех девчонок, женщин, малышек разных, семейных, несемейных. Он начал усыновлять ребенка, увидел, что творится в этих домах, где вот эти малыши, говорят, это игра в пятнашки. Там один, чтобы одну коляску выкатить, надо еще 15 перетасовать в комнате 5 на 5 метров, представляете? Они там лежат, ну, вот просто заживо гниет. И они в этом городе Ростове, это миллионник, большой город российский. Собрались все вместе, создали такую общину, и всех этих детей каждый день по очереди, у них есть график, пеленают, моют, там, заботятся о них. А в итоге начались чудеса, о которых знают врачи. Но я думал, что это редко бывает, то есть это один случай, там, на тысячу, оказывается, гораздо чаще. Ну, естественно, ты знаешь, его пеленать, о нем заботятся, начинаешь его любить, он у тебя оказывается в семье, и у них стали усыновлять детей. Ну, он сам человек пять усыновил, у него пять своих, пятеро приемных. А в приходе еще где-то семей сорок или даже уже больше, наверное, устали усыновлять детей. И бесплодные пары, 4-6 лет без детей, усыновили малыша, начали нянчить, начали его, ну, любить. И вдруг свой ребенок рождается. Это известно, это психосоматика, очень тонкие вещи, это женское и мужское здоровье, они там очень по-разному устраиваются. Но и, конечно, милость Божия. И поэтому я бы не согласился с тем, что семья существует для продолжения рода. Это неправда. Семья существует для любви. А дети и все прочее, это просто раскрытие этой любви. И очень важный второй момент. Есть две мантры, которые губят Россию. Первое – это то, что эмбрион – это часть тела женщины. И второе – что только желанные дети имеют право появиться на свет. Насчет первой очень простой вопрос можно задать, а вас не смущает тот факт, что в половине случаев это часть тела женщины, даже другого пола, нежели сама женщина. Мальчишки тоже рождаются. Другая кровь, другие глаза, другая жизнь. Это абсолютно понятно. Постабортный синдром – жуткая вещь. А другой, еще более важный момент. Проблема желанности – это не проблема ребенка, который зачато вынашивается под сердцем, это проблема сознания. Понимаете? Поэтому все дети желанные, раз им дана жизнь. И относиться к ребенку, вот когда будет желанным, тогда родим, но пришел в мир человек. Значит, это не случайно. И последнее, наверное, самое главное. Все-таки, какими бы трудными ни были обстоятельства жизни. Если человек ставит цель, ставит задачу, у него есть мотивация, он любое обстоятельство преодолеет. Мои очень близкие друзья, муж с женой, это практически мои одноклассники. Они поженились сразу после школы. Потрясающе все, работали, все. И они вот на протяжении шести лет, не обращаясь к докторам, но это уже их личные выборы, они пытались стать родителями, скажем так. И когда они обратились к врачам, был поставлен диагноз бесплодие и его, и ее. Вот слава богу, у этих людей нашлось в себе, нашли в себе силы воспользоваться донорским материнством. После этого они усыновили еще ребенка. То есть у них сейчас трое детей. Но тысяча пар, которые запуганы и религией, я прошу прощения, и социумом, и прочими соседями, которые ходят с подставными животами, знаете, потому что, чтобы казаться беременным, у которых проблема бесплодия, им стыдно стать родителями, просто элементарно усыновить детей. Я сейчас... Простите, минуточку. Я сейчас... Вы не устанавливаете общество вообще отношения к усыновлению? Секунду, минуточку. Я в первом канале сейчас видел в Уфу на Всемирный день защиты детей. И у меня на глазах была такая картина, когда из деревни люди приехали, они усыновили девочку, а у этой девочки еще двое братьев. И они говорят, я говорю, а почему же вы всех не берете? Они говорят, вы знаете, нам стыдно, нас соседи засмеют. Вот разве это нормально? Разве здесь церковь не должна помогать, и она помогает? То есть одного усыновить это нормально? Разве здесь государство не должно помогать? Нет, Вячеслав, то есть одного усыновить это нормально, а троих это много. Одного усыновить можно сделать вид, что свой. Вот, абсолютно, правильно, потому что можно сделать вид, что свой. Можно уехать, приехать, делать что свой. Там маленький ребенок, новорожденный, родители алкоголики отказались, и она говорит, я говорю, как вы это будете делать? Она когда мне рассказала историю, как это делать, это в деревне, это не в центре города. Она говорит, я подушку поношу, потом уеду к матери на там роды, и приеду уже с новым ребенком. Вот мне кажется, проблема в том, что в нашей стране, к сожалению, это осуждаемо. Вот в этом проблема. Перафон как психолог, расскажите, почему, что происходит с мозгами людей? Почему мы вот боимся и стесняемся этого усыновления детей? Женщины, женщины. Боимся и стесняемся усыновления детей? Я думаю, это менталитет. Я не знаю, вот у русских людей, у них есть, не хочу ничего плохого говорить, да, но есть какой-то вот... Это психология, наверное. Наверное, такая вот, знаете, ну не зависть, я не хочу это слово употреблять, но вот тем не менее, понимаете, вот пусть лучше вот у всех будет плохо, вот может быть это наследие того, что когда-то у всех должно было быть хорошо, да, но не получилось сразу у всех хорошо, да, и пусть тогда у всех будет плохо. И вот это вот, не знаю, что нужно сделать, чтобы этот менталитет изменился. Хотя вот ко мне приходят молодые девушки, и вы знаете, меня радует то, что вот поколение теперешнее, да, оно очень умное, очень просвещенное. И, наверное, их проблема, вот этих девочек, почему бесплодие, потому что они пытаются вот сделать карьеру, да, и очень поздно рожают, когда уже, к сожалению, есть некие рамки возрастные, когда для женщины, для женщины, мужчины, да, он не ограничен так, как женщина этими рамками, может забеременеть и родить ребенка, да. Ну, как мы узнали сейчас, то там тоже есть проблемы с вами. У меня, знаете, родилась, родилась небольшая. 45 лет, друзья, вот, вот посмотрите, 45 лет. Первые, 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 не было братьев и сестер? Были. Вот. Мы говорим о том, что очень сложно это сделать, что невозможно усыновить, вот действительно едут в другую страну для усыновления. По роду занятий я очень хорошо владею ситуацией, вот именно и с усыновлением, и с суррогатным материнством, и с применением этих технологий в Российской Федерации, с проблемами нашего законодательства. Я вам скажу, что в нашу российскую действительность входит такое понятие, как вспомогательные репродуктивные технологии. То есть это технологии, которые вспомогательные. То есть здесь проблема такая, что пара, он, она, они по каким-то этическим моральным причинам, они не хотят усыновлять своего ребенка. И они верят в то, что у них будет свой ребенок. То есть у них есть вера. И они обращаются в какую-либо компанию, которая занимается вот оказанием подобных услуг. То есть что происходит? Сразу скажу для аудитории то, что в Российской Федерации процессы и суррогатного материнства, и применение данных технологий, он разрешен. Ну почему разрешен? Ну там столько бюрократии. Для того, чтобы усыновить ребенка, нужно пройти несколько лет. Просто ада, все круги ада собрать, а только после этого... Это не усыновление, это чуть-чуть другое. И это тоже. Мне кажется, все это отговорки, потому что тот, кто хочет, тот ребенок не усыновит. Потому что если вы более чем полугод, более шести месяцев занимаетесь процессом усыновления, ваши справки устаревают. И опять заново, да? Совершенно верно. Поэтому здесь надо обращаться к тем, кто этот путь прошел и знает эти нюансы. Такие есть в России, есть там синодальный отдел по благотворительности. Обращайтесь туда, вам просто дадут алгоритмы. Что-то уже в интернете выложено, есть сообщество. Это возможно. Почему не упростить эту систему? Почему не сделать так, как это? Причина очень простая. Потому что можно, упростив систему, доверить детей не тем всеми, которые могут их поднять. Это вопрос жилплощади, финансов, здоровья физически сознательно. Когда мы разрешаем усыновлять наших детей иностранным гражданам, мы все равно не контролируем, что будет там за границей. Тем не менее, они тоже проходят эти процедуры. Хотя действительно, наши граждане очень умены. И что с ними там? Мы только видим несчастные случаи, которые случаются. В Калужской области детские дома просто опустили, потому что их разобрали в химии. И нам удалось сейчас прольется врача. Сергей, вот расскажите, внесите правду в это. Как вы делаете? Ему это слово, он это сделает. Я в это верю. Мне, Серому. Мне рассказать вам про усыновление или про суррогатное материнство. С чего начнем? Про законы. С чем сталкивается вообще пара, когда она хочет и усыновить, или родить своего ребенка с помощью суррогатной матери? Я вам попросил, давайте сначала про усыновление. По очереди, да. Про российское законодательство вообще не содержит каких-то запретов усыновлять российских детей. Проблем нет. Идите, выбирайте. Чтобы вы знали, западные пары им на выбор предоставляют только больных детей. И они берут, усыновляют больного ребенка на свой страх и риск. Потом с этим ребенком случаются проблемы, и нам показывают, как в США с ним плохо общаются. Действительно, эта проблема в том, что западным парам дают больного ребенка. Для российских пар здесь проблема другая. Еще раз скажу, что семейная пара не хочет усыновлять чужого ребенка. Они хотят именно своего. И для них единственная форма решения проблемы – это обратиться именно к вспомогательным репродуктивным технологиям. То есть по меркам Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, бесплодным считается пара, которая в течение года нормальной половой жизни не может зачать своего ребенка. Что происходит дальше? Они проходят ряд анализов, подтверждается, что да, кто-то из них не может. Они прибегают к услугам суррогатной матери. То есть это нормальная семья, это те же самые семейные отношения, просто 9 месяцев вот этот плод находится в чреве другой женщины. У меня вопрос. Плод находится в чреве другой женщины. А это получается… Как бы это так объяснить-то? Вот пара, да? Это все-таки их ребенок или это частичка той женщины, в которой… Плюс этого ребенка отрывают от этой матери его. Потому что для него нет суррогатной матери, это его мать. Нет, подождите, нет. И он претерпевает травму психологическую. Как, простите, но разве Сергей не прав? Я сейчас буду, что этот ребенок, грубо говоря, рождается от плоти отца и матери. Она выносит просто его. То есть, грубо говоря, я прошу прощения, семя и яйцеклетка – это матери… Женщина – это не инкубатор. Женщина – это не хорошее. Раздейте, нет, минуточку. Женщина – это мать. И никаких мать именно… Получается… Та, которая воспитала. Это все-таки интересно. А вот суррогатная мать, которая выносила этого ребенка, друзья, это… Не, не юридически, на кого он похож? Как вот юридически, расскажите это все? Значит… Это мать является матерью или нет все-таки? Я вам по-другому, эта мать является матерью. Матерью. И у нее нельзя этого ребенка изъять, слава богу, на данный момент, никакими юридическими механизмами. Да, они сами отдают, это же не ее, если она юридически подписывает договор, который перечисляет минутку, Дмитрий, перечисляет 50 тысяч долларов, предположим, на прокормление еще шестерых своих детей где-то в деревне. Но вы просто слышите только себя, себя, минуточку. Я занимаюсь этим вопросом. Она, понимаете, эти деньги, которые она получает за то, что она родит ребенка паре, который не может родить, она эти деньги, минутку, использует для того, чтобы прокормить своих шестерых детей в Калужской области. Да, Дмитрий, расскажите мне, кто же здесь, в чем же здесь, в чем же здесь, в чем же вопрос правовой. Мужчины, я просто, я просто секунду хочу сейчас все взять слово, и, пожалуйста, секунду, секунду, я хочу вот с Ольгой, пожалуйста, возьмите микрофон, секунду, пожалуйста, не перебивайте. И ты тоже. Да, опять Сергей, я вделил, у нас тут такой диалог наладил. Смотрите, то есть получается, мы берем эмбрион, да, и вживляем его в суррогатную мать. Эмбрион от кого происходит изначально? От биологической матери, от биологического отца. Значит, суррогатная мать вынашивает этого эмбриона, чей потом ребенок все-таки в конце концов, когда она подписала документы, да? Когда она подписала документы юридически, это ребенок биологической матери, биологического отца. А если не подписаны документы? И после родов, если женщина, суррогатная мать, подписала документы о том, что она, да, согласна этого ребенка отдать, то этот ребенок станет вопросом. Но, по идее, она может его взять и она имеет право сказать, что это мой ребенок? Имеет. Имеет. И пока она не подписала вот эту бумагу после родов, вот это у нас есть вот момент такой очень чекотливый. И пока она не подписала бумагу после родов, отказ от ребенка, этот ребенок может остаться при ней. Может, хорошо, возьмите, Сергей, возьмите. Ответьте мне, Сергей, пожалуйста, Сергей. Что-нибудь от суррогатной матери остается у ребенка, которого она вынесла? Конечно, ребенок 9 месяцев был с ней. Конечно, он генетический материал, у него от биологических родителей, а все остальное, ребенок растет, он получает от суррогатной матери. То есть, все-таки он не на 100% ребенок в той семье. То есть, это не все, он будет похож на родителей. Да, у вас существует четкое определение, чей ребенок, по генетической информации. То есть, генетически, это ребенок биологических родителей, а все остальное уже... А психологически, да, он может быть... То есть, надо суррогатную мать выбирать еще с прошлым, чтобы она была здоровой, чтобы никаких вредных привычек она не передала. Юридически наше законодательство не запрещает женщине, у которой какие-то проблемы, также стать матерью, числится по документам матерью ребенка. Что происходит? Берется сперматозоид, то есть, ооцит отца, он вживляется в яйцеклетку своей собственной жены. И вот эта вот гамета, она вживается в матку суррогатной матери. Суррогатная мать 9 месяцев вынашивает, так сказать, чужого ребенка. Потом, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, генетические, вот эти биологические родители, которые дали свои вот эти вот гаметы, они записываются в книге актов регистрации рождения, как родители ребенка. Согласие суррогатной матери. Да, правильно, отец Дмитрий. В скобках стоит при согласии с суррогатной матери. Мать это та, которая родила, не та, чьи гаметы... Сила, никто не заставляет это делать. А здесь, здесь, здесь уже в нашу плоскость, в наш российский быт уже входит гражданско-правовой элемент. Суррогатная мать делает это за деньги. Законодательство и гражданский кодекс не запрещают любой женщине, которая по медицинским показаниям подходит, которая дала свое согласие, подписала договор, и в результате она получит хорошую сумму денег. Кто эти женщины, вот всем нам, наверное, интересно, кто эти женщины, которые являются донорами этих детей? Самое интересное, да, поясню, вот к нам в компанию обращаются пары. Это самое интересное, это успешные люди от 30 лет, которым до 30, у них на первом месте стояла карьера, развитие, а потом они вдруг поняли, что нужен ребенок, а время уже не то. А суррогатные матери кто это? Суррогатные матери, самое интересное, даже жительницы города Москвы. В основном, кто это, для чего они это делают? Только для наживы или для того, чтобы для чего? Они это делают в первую очередь, чтобы иметь законный способ получить определенную денежную сумму. Заработок, то есть, да? Это заработок. Как правило, у них есть дети или они... Понимаете, есть 67-й приказ Минздрава, который регулирует вопрос вспомогательных репродуктивных технологий. Там белым по черному сказано, что только женщина, имеющая своего здорового ребенка. Суррогатные матери, они помогают с медицинской точки зрения решить проблему без детства, без детной семьи? Это один из методов лечения, который мы прибегаем, чтобы добиться и получить ребенка. Как много семей обращаются к такому способу? Ну, по сегодняшней официальной статистике, порядка 15% всех семей, которые сейчас в России зарегистрированы, имеют эту проблему. И в итоге они обращаются к специалистам, которые занимаются бесплодием. Часть этих семей потом придет к проблеме суррогатного материнства. И, между прочим, это родится желанный, любимый и свой ребенок, который будет воспитываться, который получит хорошее образование, у которого будет тоже семья, он тоже родит детей и будет очень счастлив. Денис, вопрос. Вот вы говорите о семье. Тот ребенок, который родился таким образом от суррогатной матери, какова у него вероятность, что он будет бесплодным? Мы не очень точно учитываем все медицинские параметры в этом разговоре, поэтому здесь нужно учитывать медицинские параметры каждую конкретную семью в отдельности. То есть это будет полноценный, здоровый ребенок? Самое главное желание и любимое. Если мы приходим к программе, то это будет, да, действительно здоровый, обычный, полноценный ребенок. Здесь ведь очень много говорили об экономической стороне дела. И вот я думаю, что, к сожалению, я так думаю, что многие девчонки решают таким образом эту проблему, да, потому что не на что жить, не на что кормить, и, может быть, бросил мальчик любимый, понимаете? Вот. И девочка осталась одна без средств к существованию, а тут еще такая ответственность иметь ребенка, да, и отвечать за него, за его будущее, его нужно чем-то кормить, его нужно как-то воспитывать. Вот. Я, конечно, не сторонница абортов ни в коем случае. Вы знаете, я когда шла на эту передачу, я посмотрела, взглянула в интернет, ну, вот что там говорят по этому поводу, и натолкнулась на страшный ролик совершенно, что аборт – это расчленение уже живого существа. И это, конечно, очень страшно. Поэтому, вы знаете, ведь, ну, все должно делаться по любви, а не по глупости. Поэтому, конечно, тут нужно больше, наверное, читать, вот как ни странно, я бы не хотела казаться банальной, но тем не менее. Ольга, если это все-таки расчленение, вы понимаете, что, в принципе, это убийство? Аборт – это всегда плохо. Всегда возникает так называемый аутоиммунный эндометрит, который нарушает уже изначально процесс дальнейшего, ну, развития эндометрии и развития дальнейшей беременности, то есть имплантация эмбриона и все. То есть отсюда уже проблема всегда, после любого, после первого аборта уже всегда возникает этот процесс. Ольга, какие есть способы прерывания беременности, кроме аборта, кроме вот такого, как мы говорили, когда расчленяют? Хирургический аборт, это, по-моему, применяется только у нас в стране в таком количестве. Во всем цивилизованном мире существует медикаментозный аборт, который признан уже как альтернатива хирургическому аборту. Но это до какого-то определенного срока беременности? То есть до шести недель, по возрастским рекомендациям, до девяти недель беременности. Есть препараты, которые помогают предохранить тебя от наступления предполагаемой возможной беременности. Есть медикаментозный аборт, но это все методы альтернативы хирургическому. Значит, все-таки, Ольга, вопрос такой был. Если уже случилось, уже забеременела, приняла таблетку, насколько она серьезна, насколько она сильно влияет на организм, и есть ли опасность, что ты потом не забеременеешь? Значит, любой аборт влияет на организм. Любой, и медикаментозный, и хирургический. Только от хирургического намного больше осложнений. При медикаментозном аборте... То есть опасность есть все-таки, да? Все равно, это все равно гормональный срыв. Это, представьте, организм настроился на беременность. Все, все органы, все функции, все работает на то, чтобы беременность сохранять. И вдруг мы ее резко... То есть в организме происходит резкий такой крах. Конечно же, это влияет. Ольга, а почему доктора идут на искусственные роды, когда уже срок около семи месяцев? Потому что вот это вот совсем уже серьезная проблема. Это всегда только по медицинским показаниям. То есть если есть пороки развития у плода, несовместимые... То есть если ребенок жив и здоров, развивается плод хорошо, а мама просто в семь месяцев решила сделать аборт, врачи на это не идут? Это закон запрещено? По закону невозможно. По желанию женщины можно сделать аборт только до 12 недель. Все остальное только по медицинским показаниям. То есть до 12 недель, получается, по медицинским показаниям это еще не ребенок, это не живое существо, а после 12 это уже живое существо. Нет, такого деления нет. Вопрос, вопрос. Просто вопрос по желанию женщины или не по желанию прерывать беременность? Позвольте вопрос такой, всё-таки он меня интересует, потому что рождаются дети с отклонениями, с серьёзными отклонениями, с синдромом Дауна, с другими отклонениями. В таком случае прерывать беременность можно? Правомочно ли это? Или лучше всё-таки ребёнка родить и надеяться на то, что он вылечится? Ну, начнём с того, что синдром Дауна внутриутробно мы практически никогда не можем диагностировать. И в большинстве случаев рождения таких детей полная неожиданность как для врача, так и для семейной пары. Поэтому это крайне редко. Это при тяжёлой форме синдрома Дауна, когда и пороки сердца есть тяжёлые, тогда... Ну, ДЦП это уже самое, да? ДЦП чаще всего уже в родах мы как бы... А, то есть... Да, да, да. А так, если есть другие пороки несовместимой жизни, это и пороки сердца, и пороки нервной системы достаточно тяжёлой там, и отсутствие там ребённых лёгких или много-много... В таких показаниях доктор как бы идёт на то, что советует сделать аборт, или всё-таки это он отговаривает? Нет. Если у ребёнка пороки несовместимые с жизнью, собирается медицинский консилиум, на котором решается сначала на врачебном консилиуме, возможно, жизнеспособен такой ребёнок или нет, потому что есть чёткие критерии жизнеспособности. Если нет, то об этом разговаривают женщины и предлагают ей прервать беременность. И здесь уже согласие женщины, прерывать её или нет, она может её дальше сохранять. Ну вот у меня очень вот такой вопрос, почему вот именно 12 недель? Потому что, на мой взгляд, когда уже произошло это плодотворение, не знаю, вот отец Дмитрий меня, наверное, поддержит, да, это уже, в принципе, маленькое существо, живое существо. А вы говорите, до 12 недель можно, после нельзя, допустим. Разве это справедливо? Потому что до 12 недель это тоже уже существо живое? Это, безусловно, живое существо, любой генетик, любой эмбриолок, и вам это подтвердит. Более того, для сознания женщины это совершенно очевидно. Как только она узнаёт о беременности, она себя понимает, воспринимает, как мать, понимаете? А материнство – это всегда двое, как минимум двое. Да, это я и мой малыш. И поэтому после аборта начинается постабортный синдром, тяжелейшее, нравственное. Причём это чёткое развлечение, если удалить папиллому, там, или бородавку, или даже, там, не знаю, мизинец, такое случается. Таких переживаний нет. Отец Дмитрий, я просто знаю многие исследования, которые прошли. То есть, поэтому заповедь, заповедь не убей, она внутри нас, в нас заложена. Да, но тем не менее, вот я просто знаю, что многие исследования, когда показывали, делали во время аборта, что происходит с ребёнком. Он переживает, он боится, да, вот эти эмоции он уже испытывает, даже до 12 недель. Я могу сказать вам буквально по дням, что происходит. 20-й день можно услышать биение дорсальной аорты. Это сокращает, уже можно, будущее сердце. День 40-й уже есть сердечко. Четырехкамерное сердце, оно почти такое же, как у нас. Через неделю он ощущает боль. Таламу закладывается на 6-7 неделе. Отдел головы мозга, который отвечает за восприятие, понимаете? То есть, даже чисто с биологических позиций перед нами, несомненно, живое существо, которое проходит свой путь. Добрый ночи, дорогие друзья, ещё раз с вам. Вы смотрите телеканал «Столица», это ночной молодёжный канал. И с вами мы, его ведущие, Илья Верин. И очаровательная, прекрасная, выражительная Ольга Панкова. Спасибо большое, Илья. Мне бы что. Сегодня вместе с вами мы говорили на тему продолжения рода. Мы говорили сегодня о нашем будущем, о детках, о бесплодии и об абортах. Ну, такая у нас сегодня яркая получилась программа. Теперь мы будем... Ты знаешь, теперь, мне кажется, самое время послушать финальное мнение наших уважаемых экспертов. И мне кажется, это самое время. Да, мы будем подводить итоги, дорогие друзья. У каждого из вас есть по 30 секунд для того, чтобы вы что-то пожелали, заключили какое-нибудь резюме, вынесли, может быть, от нашей программы. Ну и своё финальное слово. Ольга, давайте с вас начнём. Тут никто спорить не будет. Дети, это прекрасно. В моей семье месяц назад родился замечательный внук. Вы бабушка! Да. Поэтому я стала счастливой бабушкой. Поздравляю вас. И нашим зрителям, молодым и взрослым, тоже, чтобы в их семьях было как можно больше детей. Спасибо. Спасибо, спасибо. Отец Дмитрий. Дмитрий. Я бы сказал, что аборт – это, конечно, не женский грех. Мы все, мужики, которые бросили, там, родные, которые не поддержали, врачи, которые не пришли на помощь, общество, которое обижает матерей и беременных женщин, государство, которому просто наплевать, по сути дела, на эту ситуацию. Мы все в этой крови. И пока мы это не поймём, ситуация не изменится. Второй еще важный момент. Жертвами аборта являются не только дети и матери, но и врачи. Потому что для многих врачей это нравственно невозможно. Среди моих студентов есть многие, которые просто плачут, уходя из профессии, из-за кушерства и гинекологии, потому что их заставят делать аборты. Поэтому второй очень важный момент, чтобы у них было право на отказ от производства аборта. Оно есть везде, кроме России. И отсюда предложения патриарха, они были поддержаны Думой. Первое – время тишины, чтобы женщина успела подумать и понять. Не сразу, хотя бы неделю, хотя бы несколько дней. Второе – чтобы они увидели, собственно, о ком идёт речь. Чтобы был образ ребёнка, можно было услышать его сердечко. Третье очень важное – чтобы были разные, скажем, возможности помочь. Там у всех, у церкви, у всех нас, женщине в этой ситуации. И последнее моё личное предложение. Каждое девятое число, каждого месяца. Давайте сделаем Днём беременных в России. Будем им улыбаться, уступать места. Не знаю, пропускать там вне очереди. Каждый день нужно делать. И может быть тогда мы научимся за несколько таких месяцев или лет делать это каждый день и каждую минуту. Спасибо большое. Сергей? Поддерживаться Дмитрия насчёт права отказа от приведения прерывания беременности для врачей. Нужно такое предусмотреть в законодательстве. Также поддерживаю его начинание создать такой день беременных. День месяцев. Да, девять месяцев. А также от себя хочу добавить, что действительно радость материнства, радость отцовства, она очень великая. Она первостепенная, значение имеет для любой семьи. Поэтому хотелось бы сказать, что те семьи, у которых что-то не получается, чтобы они не отчаивались, поскольку в современном обществе есть уже соответствующие технологии, которые могут помочь бесплодной семье. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Я хочу как психолог сказать, что первый аборт – это практически всегда трагедия. Именно первый аборт. Я хочу призвать мам, у которых девушки, девочки рожают в 15-16 лет, всё-таки не склонять их на аборт, потому что это ведёт за собой безумную трагедию в жизни их дочерей. И чтобы не только надеялись на помощь государства, а чтобы сами помогали своим девочкам, принимали всё-таки вот эту будущую жизнь и не создавали проблем потом для своих будущих, ну как бы сказать, жён. Их дочери, они же будут жёнами. И не лишали их материнства, потому что очень часто после первого аборта бывает бесплодие. Спасибо большое. Татьяна. Для меня смысл моей жизни – это моя семья. И мои дети – недооценить это невозможно. И сейчас я это вижу со всей очевидностью. Но когда мне было 17 лет, это было далеко не так. Потому что я как раз из этих девочек. Я забеременела, когда мне было 17 лет от рок-музыканта, которого я, конечно, безумно любила, но я даже не представляла себе, как я могу быть матерью. Если я фактически не могу отвечать даже за само себя. Это было, наверное, самое непростое решение в моей жизни. Я родила ребёнка и получила вот, вы знаете, весь тот объём проблем, который вот только и может получить 17-летняя девочка, родив ребёнка. Я ни дня об этом не пожалела. И моя дочь, старшая дочь – это чудесный человек, мой настоящий близкий друг. Божье благословение. Спасибо большое Господу за то, что он помог мне тогда это решение принять. И я хотела бы только вот, чтобы мой опыт помог, может быть, кому-то ещё. Сейчас, когда вы видите мир так близко и он вас так пугает, просто попробуйте поверить в то, что на самом деле пройдут годы. И вы посмотрите на это совершенно по-другому. Проблемы уйдут. Счастье материнства останется. Примите правильное решение. Спасибо. Спасибо. Денис? Безусловно, тема очень важная. И действительно хотелось, чтобы больше было детей, чтобы больше было детей в семьях. И хотели бы иметь детей все семьи, все женщины, а не только те, которые борются от бесплодия. Но всё же хотелось бы, чтобы у тех детей, которых мы планируем, которых мы будем иметь, которых мы решаем завести, у них было будущее. И чтобы они были обеспечены этими гарантиями, которые мы для них определяем. Спасибо большое. Ольга. Я очень рада, что общество начало обсуждать такие темы, как бесплодие, как аборт и вообще вопросы сексуальной жизни. Потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы несем информации людям, семьям, молодым девочкам, молодым людям о том, как сохранить своё здоровье, как родить здоровых детей. Потому что именно из-за проблем, из-за незнания, неведения, все проблемы как раз и случаются. Именно мы, акушеры, гинекологи, с результатом невежества мы как раз и встречаемся. Я, конечно, за всеми руками за такие передачи, за такие встречи, дискуссии, активные, бурные, любые. Главное, чтобы об этом говорить. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно, что такие темы поднимаются и то, что они обсуждаются не с холодным носом, а по-настоящему с горячим сердцем. Иногда, может быть, чуть-чуть на повышенных тонах. Но, тем не менее, это показывает то, что это истина и то, что это важно всем. Я хочу сказать, что нет безвыходных ситуаций. Сейчас, слава Богу, медицина, слава Богу, дошла до такого, что родителями могут стать каждый. Но знаете, что самое главное в жизни, на мой взгляд, это наши дети. Это любовь к детям. Самое главное – это подарить им жизнь и подарить им огромное воспитание, подарить им любовь родительскую. Если вы не можете родить сами, пользуйтесь ЭКО. Если вы не можете воспользоваться ЭКО, идите к суррогатным матерям. Если вы не можете пойти по каким-то принципам, ни туда, ни туда, идите в детские дома и усыновляйте и удочеряйте. Главное – станьте родителями и помогите детям. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, пока я слушала ваши итоги, я вспомнила свою историю, поделюсь ей с вами. Знаете, три с половиной года мой маленький сын подошел ко мне, обнял и сказал, мамочка, спасибо большое, что ты родила меня на свет. Вы знаете, для меня эти слова, ну, я не знаю, вот прям как по голове ударили каким-то большим колоколом, потому что в три с половиной года он уже осознал, что я действительно подарила ему жизнь. Я желаю вам, дорогие родители, когда-нибудь услышать такую же фразу, которая относилась именно к вам, как к маме, так и к папе. Вот после этих слов мне даже как-то и нечего добавить. Единственное, хочется сказать спасибо моим родителям. Это очень, очень большое, очень, очень серьезное дело. Я не знаю, что сказать, это такая серьезная тема, такая сложная тема. И я надеюсь, что когда-нибудь ко мне подойдет мой ребенок и скажет спасибо. Мне кажется, это очень клево. Спокойной ночи, с вами был Ночной молодежный канал, Илья Верина. Ольга Панкова, телеканал «Столица». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!